Бригада У То, что точно не попадет в эфир 18+. Ребята, мы записываем 166-й выпуск подкаста «Личка. Бригада У» 3 сентября 2024 года, и мы не можем не начать с этой песни. Три, четыре. Марджан-джа, Марджан-джа, где же ты где? Волны ласкают усталые скалы. Марджан-джа, Марджан-джа, где же ты где? Сон-коплики! Ребята, вы просили найти третьего в основной состав. Мы нашли. Мы нашли кактус. Ребята, всем привет! Здравствуйте! Наконец-то неделя пробежала, и мы встретились вновь. У нас пополнение среди наших артефактов к пятничной курочке, к нашему антитуберкулезному деревцу присоединился кактус Джо. Почему Джо? А это длинная история, которую расскажет Вике. А я люблю длинные истории. Но короткие имена. Это слишком неприлично, чтобы о ней рассказать. А кто помнит, откуда у нас? Нам подарили под Новый год. Я тоже помню. Нам подарили. Мы же обещали удивительные истории о каждом артефакте, который у нас будет возникать здесь, в новой студии. Вот, пожалуйста. Нам подарили, но прикольно. На самом деле, у кого есть такие кактусы, они знают, что первую неделю ты просто с ним болтаешь и издеваешься над ним. Вообще здорово, что ты помнишь, кто подарил, да? Назови именно. Прекрасная девушка нам подарил. Нет, кстати, подожди. По имени Стас. Нет, нам подарил... То ли из Нижнего Новгорода нам подарили, кстати. Может быть. Ну, сейчас проверим, подожди. Я люблю Нижний Новгород. Я люблю Нижний Новгород. Нижний Новгород, да. Очень чисто было сказано. В общем, может быть, Европа плюс Нижний Новгород. Но не уверена. Так, ну что, как выходные? Чего делали? А ты представился? А, меня зовут Вэл, ребят, салют. Меня зовут Вики. Меня зовут Леха. И я Паша, привет. Привет, ребят. Все, формальности соблюдены. Продолжаем. Что по выхам? Выхи, хотите, начну свои? У меня были очень быстрые выхи, нормальные. Но была крутая пятница. Считается ли это выходными? Конечно. Конечно. Я надрался в пятницу. А ты знаешь, что самое обидное? Я тоже. Но я пила намного меньше, чем ты. Ну, ты приехал намного позже, чем я. Я приехала, а ты во сколько начал пить? В шесть? В шесть мы были на одном мероприятии. В шесть я приехала около десяти. Угу. Четыре часа. Но уехала ты явно не в 24.00. Примерно в это время. Не, ну я не так поздно уехала. Ну давай так, Вики, забегай вперед. Ты в субботу была на мероприятии со мной. Ты тоже неплохо провела там время. Да. Нет, я просто в пятницу это было реально смешно, потому что я приехала голодная, заказала сразу себе поесть. А мне в ресторане так долго готовили, что я успела за это время напиться, пока мне принесли еду. Если честно, мне кажется, что дело не в том, что голодная ты была или не голодная ты была. Такова была судьба алкоголя. А, думаешь? Я не знаю почему, но я тоже. Я обычно как бы у меня вискарик идет вообще спать. Я его пью много. Я могу пить, но чувствую себя там контролирую. Все хорошо. Мне на следующее утро тоже обычно хорошо. А тут мы пришли в шесть. Пока подождали именинницу. У нас там отмечали день рождения нашей общей подруги. И пока, ну там полчасика, часа. И она пришла. Мы еще чуть-чуть повискали. И в какой-то момент все только-только разгорячились. И такие, ну давай, все, заказываем сейчас еще и так далее. А я говорю, а можно чай? Я присутствовала при этом. Да, мне такие, типа, да ты что, нормально, все тут, Катюха, угощайся. Я говорю, да не в этом дело. Можно чай просто? Потому что я уже что-то не... А я прям сижу и понимаю, что в какой-то момент, ты знаешь, как вот эта история, когда все такие бурно общаются, как в фильмах, знаешь, такой типа. А ты такой отходишь от себя и такой со стороны на себя, как будто бы смотришь. Типа такой, боже мой, что же вы делаете? Эта история... Ты кусочек тортика заказал к Чику? Нет. А на пассажок рюмочку водки не выпил? Вот мы же все про родителей смеялись, что вот они могли тусить на кухне до утра, потом чаечек, тортик и разбегаться. А в этом есть смысл, да, Леша? Возможно. Не, но я пытался чаем заместить количество жидкости алкоголя чайной жидкостью. Причем мы взяли пуэрчик, чтобы прям... Бодрить. Чтобы сбодрить. Чтобы понимать, я не скуф, это просто пуэр, это модно. Пуэр это вкусно, между прочим. Вот, и короче, в пятницу что-то так тяжело. Ну, Вики-то когда уже приехала, как я был внешне? Ну, хорошо. Счастливого. Подожди, хороший или хорошо? Или хорошенький? Хорошенький. Хорошенький, ну вот да. Что из этого больше всего тебя бы обрадовало, если бы ты выглядел хорошо хорошеньким? Или хорошеньким? Или Леха хорошим? Нет, хорошенький это уже такое состояние, знаешь? Не, нормально, нормально. Нормально, вот. Короче, в пятницу круто отметили, в субботу. Я понимаю, что я старею, ребята, я должен это признать. Ну, а что поделать? Мне в субботу было плохо, им господи. Все, любая капля... Ну, ты же Днюху недавно отметил. А сколько было выпито? Да я не помню. Немного, кстати? Если не помнишь, значит много. Нет, у меня просто уже память давно нет. Плохая. Нет, 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 у меня тоже были проблемы с головой в детстве. То есть, а я правильно? На выходных. И просто Паша сказал, что это не мы, это давление в Москве. В воскресенье, да, я умирала. Высокое давление, да, встали. Я правильно понимаю, что вы все были на какой-то вечеринке? Нет, не все. На одной? Нет. Не все. В пятницу я был дома. Мы все не собираемся вместе, иначе это работа. А, такое нам не надо. Я начал подозревать. Ну, на одной вечеринке я была с Лехой, потом на другой вечеринке с Вэлл. А тебе все равно, с кем ходить на вечеринке, да? Сегодня с Лехой. В принципе, да. С тобой же она не была, значит, не все равно. Да, Вики скачет с одной на другую, такая поскакуха. Да, Вики, да. Ладно, ладно. Да-да. Организую как-нибудь вечеринку специально для тебя. Попробуй, не приди. А давай. А давай, попробуем. Я легко это делаю, не прихожу. Так и что, пятница, тусовка, суббота, воскресенье дома. В субботу я отсыпался, но в субботу у меня была годовщина свадьбы очередная, на которую я всех приглашал, но ни у кого не получилось. Очередная? Очередная. Ну, вот здесь с Лерой, да? В апреле с Машкой. С одной идеей. Ну, ладно, я не буду. Я понял, да-да-да. Что-что, в итоге? Я люблю тебя, Александр, можно повторить. Короче, мы решили пойти поесть в ресторанчик, посидеть в наш любимый. Сходили, я говорю, и у меня такая жена, типа, ну, пойдем теперь прогуляемся, на достанке мне далеко было, типа, пройдемся, так далее. Я говорю, поехали домой. Поехали домой, все, хватит. Ну, короче, в меня попала еда, и меня что-то подмазало опять. Ну, как нас сейчас, да, после завтрака каждый раз. На старых дрожжах, так сказать, развезло. Ну, вообще звучит прикольно. Ты беременной жене говоришь, давай не будем ходить, пойдем домой. Сделай с меня массаж ног. И у меня беременная жена, она замечательна тем, что... Ой, вообще, у меня поясница болит, Лера, ты меня не понимаешь. Она ни на что не жалуется и так далее, все прекрасно, но она иногда недооценивает реальность, да, начнем с этого. Например, она недооценивает, что она теперь уже не может ходить быстро. Да, и, к примеру, когда там от ресторанчика до, к примеру, Останкинской башни, ну, раньше, допустим, в хорошие времена, мы могли за минуток так 30 пройти ускоренным шагом, да. То сейчас... Она такая, да что тут идти? Я говорю, ну, сейчас это идти где-то час двадцать. Она такая, да ну, тут рядом. Я говорю, да-да-да. Раньше мы это шли полчаса, теперь рядом час двадцать. Причем возвращаюсь, не из-за Леры. Просто недавно нюхала. Ну, просто год прошел, да. Теперь у меня одышка, одышний вес, извини. Не, ну, Лерка у тебя, конечно, молодец. Вообще, женщина-герой. Это правда. Хвалите ее. С Лехой-то там, конечно, сложно, конечно. Тут ребенок еще, Леха, это, не знаю. Ребенок еще и свой ребенок. Да, да. Ты можешь, в принципе, ударить Пашу, никто не увидит. Ударь меня, детка. Увидит, боюсь. Ударь, сделай это. Сторона не видна. Давай, по щам просто, не сдерживайся. Мне понравится, не нравится. Конечно. Так, ну давайте я тогда быстренько продолжу. Значит, в пятницу. Я даже не помню, чем я занимался. Просто ничем. Подожди. Я никто, занимался ничем. Минуточку. У меня вообще перепады с настроением. А копирование файлов, как же. А, да, продолжается моя битва. Не закончил? Это массовое... У человечества такого переселения массового не было, когда осушились некоторые части ВОЦ на планете. Как у меня переселение с iCloud на Яндекс.Диск продолжается. Все. Паша, я выяснил, почему у меня ничего не скачивалось по 100 файлов. Просто нужно перекидывать файлов по 8. В смысле? Ну, потому что там видосы. Там они тяжелые, да. А, они гигантские. Теперь я просто выделяю 7-8 файлов из 3000 и перекидываю. О-о-о. Ну я, кстати, к этому не есть что добавить, потому что у меня на выходных... А, в воскресенье мы в Обнинск съездили. Там так прикольно сейчас сделали. Если кто-то еще не доехал до Ети, там классное теперь пространство есть. Такие все. Но вот к твоей истории по перекидыванию. У меня в свое время всегда фотографии копировались в Google Photos. Google Дис там и так далее. И корпорация Google, она немножко сошла с ума. У всех же там раньше была почта Google. Да, я решил перейти уже на наше. Думаю, все, на Яндексе условно буду, на Mail, неважно, все хорошо. И тут мне понадобилось... У меня Spotify был привязан к почте Google, а я забыл свой пароль. Я думаю, ну господи, там что восстановить, сейчас придет письмо с восстановлением, и все нормально. Я захожу, письмо не приходит. Я думаю, что такое? Я скачиваю приложение, вот это вот Gmail, захожу туда. И они такие, а у вас не хватает памяти, поэтому вы не можете ни отправлять, ни получать письма. Короче, в Google, знаете, какая-то история оказалась? Они всю память всех своих сервисов объединили в одно. И у них, если, знаете, по-моему, аж 15 гигов бесплатных есть. Типа того, да. Да, если у тебя условно на фотках больше, а я так как туда больше не заливаю, я решил не продлевать. Думаю, не буду оплачивать подписку. И они такие, купи подписку, иначе письма тебе не будут приходить. И я такой думаю, ну мне тогда не нужен Google Fotos. И я вручную, как ты, но там чуть быстрее процесс. Там так вниз тянешь, зажимаешь, тянешь, и она так. Лёх, если ты говоришь об этом уже как о прошедшем, то у тебя точно все быстрее. 80 гигов фотографий из Google Диска уничтожены. Обалдеть. Класс. Но есть в этом все-таки и положительные стороны. Ну, в обычной жизни ты редко, когда фотки пересматриваешь. Ну, очень редко когда. А когда ты выделяешь по 7 видео, ты даже вспоминаешь видео, контекст этого видео. Что за люди там снимаются? Да, оно так перекидывается, там до 100% один. Два процента. Три, ты так смотришь, ну и шуму. Ну, в целом у тебя сейчас июль 2024, да, где-то на переносе? Да нет, я думаю, намного сырая еще. Уже 23-й, уже 23-й январь. Вау. Нет, кстати, дальше будет проще, потому что я когда удалял вот эти все. Получается, что когда у нас появились современные телефоны, мы начали все фоткать. И у тебя там условно с года, наверное, 2019-го очень много фотографий. Почему 19-го? 2007-го. Нет, 2007-го ты там все равно не так много загружал, автозагрузка не работала. Памяти постоянно не было. Да, памяти было мало, там реально меньше фоток. А вот где-то с года 19-го, когда уже память пошла, все поперло. Знаешь, когда попрет? Я вот жду, когда я доберусь до апреля 22-го, да, и когда вот, ну, в обратную сторону начнется жизнь без Лёвы, вот там, я думаю, просто так одним файлом все перекинется и все. Потому что ребенок занимает очень много места. А ты сейчас, получается, в периоде, где у тебя длинные волосы? Когда, я в периоде, когда вы начинаете только стебать. А, да? Только начинаю? Вот это когда ты сделала фотку девочек с персиками, вот примерно тот период. Прикольно. Да, да, да. А, ну это значит, ты уже весь этот период удалил, ты же сверху вниз идешь от настоящего к прошлому. Да, да, да. То получается все, уже стер с памяти. Все, я потихонечку лысею. По сути, я лысею в своих файлах. Ребенок молодец, я лысею. Вот, а в субботу был на вечериночке, где мы увидели свики. Было очень красивое место, была крыша прямо в центре города. И тоже вроде мы приехали с Олей часов в шесть, а в девять ко мне Оля подходит, говорит, я уже домой еду заказала. Я такой, это получается, мы закончили вечеринку в субботу в девять вечера? Он такой, заказала еду, езжай, получается. Получается, что да, и мы поехали домой. И в воскресенье, Леха, вот тут, вот тут я с тобой абсолютно солидарен, голова раскалывалась. Но было выпито немного, поэтому, Паша, я настаиваю, что ты прав. Это было давление. Чертово давление, это все из-за него. Твои проблемы. Ты всегда на нас давишь. Нет, это не я, это Вильфанд. Ну, а на него тоже кто-то давит, поэтому такая цепочка получается. Вильфанд. Вообще, вот так, если абстрагироваться, это не фамилия руководителя гидрометцентра, а что-то с шоколадом может быть связано еще. Да, кстати. С Воландом не ассоциируется? Воланд, Вильфанд. Вильфанд и Морт. Не, Вильфанд это как конфеты какие-то дорогие, да, любые Вильфанд. Я так люблю, когда мне Вильфанд дарят. Вильфанд Бэггинс тоже, ну, хоббит может быть. Веселая у вас ассоциация. Мне кажется, что так долго начальник гидрометслужбы не обсуждал. Вильфанд. Вильфанд или Гендальф и Винфальд. Да, кстати, да. Да, серый и белый магик. Вильфанд серый. Да, кстати, вот больше на это похоже. Вильфанд серый, да, хорошо. Что у вас? Да, вы уже рассказали мои выходные. В пятницу я была на вечеринке с Лешей. В субботу я была на вечеринке с Веллом. В воскресенье болела голова. В воскресенье был идеальный день, чтобы провести вечеринку с Пашей. Что пошло не то? Да, болела голова. В воскресенье болела голова, у нас была вечеринка с Пашей. В общем, болела голова, но я потом гуляла, естественно. Москва прекрасна, как обычно. Вела я себя хорошо на выходных, мне кажется. Кто переживал за мою стиральную машинку, которая дымилась? Она починилась, исцелилась. А подожди, что-то я пропустила историю с дымлением машинки. А у меня что-то случилось со стиралкой, она... Сгорела. Сгорела. Я ее подоску. Нет, я потом ее, значит, вытернула из розетки и такая, ну типа, пожалуйста. Она прям подгнилась. Ну, да, то есть там шел не пар, а какой-то такой запашок. Да, вряд ли пар. Пар не пахнет. Да, вот. И ты ее включила опять. Ну, я вначале не включала неделю. И вдруг? Включила. И? Нормально вроде жива. А может быть, это у тебя коты ремонтируют, пока тебя нет дома? О, это прикольная идея. Ну вот посмотрим, что с ней дальше будет. Ты бы это... Осторожненько там. Ну, я осторожна, я осторожна. Да, Паш, ты как техноблогер. Что скажешь? Насколько Вики ценит свою жизнь и квартиру? Менять к чертовой матери на новую машинку и все. Да, ну ладно. Ну и ремонтировать. Подумаем, подумаем. Если что-то задымилось, это... Не к добру. Не к добру. Кроме пани. Да, кстати. Это к добру. Не то, смотря в каком месте она дымится. Это важно. А, ну что, скучную бытовоку обсуждаем. Кондиционеры у меня тут потек. Вызывал, значит, мастера. Пришел, продул, все, значит. Пять тысяч забрал, уехал. Инвизитная история. Ну, какие так и не работают. Да, да, да. Мы же скучно. Мы бытовок обсуждаем. Ну, короче, да, сказал хорошо. Он рассказал кое-что интересное. Вот трубочка, через которую выходит конденсат. Вот иногда... Она коктейльная. Такой просто, вы еще не нашли нужного размера коктейль. Причем бумага. Так вот дурачок просто бегает. За пять тысяч. Все, просто повесил трусы на телевизор и вышел в окно. Вот, и он просто рассказал, по моему мнению, интересную штуку, что вот эта трубочка, по которой конденсат от кондиционера вытекает наружу, и иногда он забивается, и от этого кондиционер начинает течь. И он забивается не только мусором, но иногда в летние периоды туда может залететь жучок и начать там строить домик свой. Да, если, например, ты уехал на неделю куда-нибудь, тебе кондиционер ничего не делал, и потом ты включаешь, за неделю жучок уже сделал свой дом там. Завел семью. Тут жук-навозник, например. Тут ты его издула. Да, или нет, или все начинает течь, потому что плотина серьезная. Главное, чтобы бабер не завелся там у тебя в кондиционере. Птицы. Вот, Паш, давай, перебей нас всех. Ну, у вас такие были себе выходные непонятные. У меня все было нереально круто. Да? Знаете, где я был в эту субботу? Где? Ой, где же? А вы ни за что в жизни не догадаетесь. На дачу. Ну, это тоже. Черт! Блин, черт! Но нет! Черт! Но нет! И дома. Все раскладывали. Нет, ребята, нет. Все серьезнее. Был я в питомнике садовых растений. Вот это неожиданно. О, да, да, да. Огромная хрень, как с три футбольных поля. Кто тебя заманил туда? Дачу так называют. Честно говоря, был впервые. Это вот адская цитадель для любителей вот этого высаживания, значит, всего дома там в горшках или там на даче еще. Ну, то есть уйти оттуда очень сложно. Даже мне. То есть я туда пришел. Представляете, футбольное поле. И оно все заставлено вот такими горшками с аккуратненькими растениями там разными. От деревьев до цветов всяких бесполезных. И вот это вот поле. И ты такой смотришь. Красиво. Круто. Выглядит круто, да. И, в общем, да, Танюсик, значит, с Танюсиком мы ездили. Можешь сказать, кто это Танюсик? Танюсик это мама. Ну, вот такие взаимоотношения у них в семье. Выбирать, значит, ей там новые деревья для дачки. Потому что старые что-то уже совсем такие взрослые. А надо новенькие. Представляете, яблочков пожрать хочется, понимаете? Вот. И, в общем, пока они там выбирали с Папусиком вот эти все растения, я... Смотри, мама Танюсик, а папа Папусик. Можно, да? Почему не мамусик и Папусик, а Танюсик и Папусик? А по-разному бывает. Там есть масса вариантов. Но это не против, если мы обсудим поподробнее? Вообще легко. В какой момент ты начал называть мать по имени? Когда я сошел с ума? В какой момент ты такой, блин, мама, скучно. По отчеству, неуважительно. Помню, в 17 лет, когда мне сказали, ну все, ты взрослый, съезжай. Но причем мама Оля. А правда, в какой момент ты понял, что Танюсик это нормально? Психиатрический диагноз впервые мне поставили. Ну давай, давай. Слушайте, нет, а как-то так сложилось? Что-то я, когда стал взрослый уже и стал самостоятельность какую-то проявлять. Это было до этого. Как будто бы возникло ощущение, что родители, они такие вот малыши, как дети, такие зайки. И как-то надо их, не знаю, как-то вот я к ним так отношусь, да, что они вот такие пупсички и солнышки. Вот, поэтому как-то вот много десятилетий уже, наверное, я вот так вот, может быть, 10 лет, может, чуть больше. Много десятилетий, Флаша, сколько тебе? О-о-о, 13. Это много десятилетий. Звучит как пролог во «Властелине колец», знаешь, битва, которая была 4000 лет назад. Помню, в 28-й годе. А лет 20. А ты не помнишь вот именно первый раз, когда ты вот Танюсик? Нет, не помню. Ну, нет, такое, мне кажется, не запоминается. Нет, ну, как-то так само получилось. Я уверен, мама твоя запомнила. Возможно. Надо, кстати, у нее узнать, да, и, может быть, она скажет все, что думает по этому поводу. Так вы нашли Танюсику? Да ей нравятся, мне кажется. Да ей нравятся яблони. Четыре штуки. Красивые? Ну, они маленькие еще. Для нас, я думаю, все-таки мамусик, но Танюсика-то только пошли. Нормально, нормально. Она же знакома с вами, она же вас знает. Да, да, я знаю Танюсика. Хорошо. Все, кто знает Танюсика, могут так говорить? Танюсик, 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 Танюсик. А лично мы, кстати, не знакомы еще. Знакомы, конечно. Вот я и говорю знакомы. Вы что? Ты просто не знаешь, как было знакомиться с людьми. Он меня, знаешь, запомнил, раз с пятого, наверное. Да-да, идет второй после хера. И только благодаря росту, знаешь, типа маленькая-маленькая, так это, наверное... Почему лишний в студии? А это твоя соведущая. Короче, питомник охрененный. Я бы там просто гулял, там, ну, пока ребята выбирали, значит, малыши Танюсики себе растения, я изучал жизнь, как устроено, значит, вот в этом питомнике. И там все очень интересно. Там можно брать тележечку, которая так очень сильно гремит, чтобы возить на ней эти растения туда-сюда. Прости, описываешь идеальный день для моего Лёвы. Взять тележку, которая гремит, и ходить вокруг растений. Вот, это же прикольно. Да, сдавать можно всякие вопросы. Знаете, очень серьезные люди работают в питомниках садоводческих вот этих. То есть, ну, вот девушка, которая объясняла, значит, давала консультацию, значит, вот это вот яблони, значит, такие вот эти яблони-сяки. Здесь надо опылять, здесь не надо опылять. Этих надо брать вдвоем, потому что иначе они не смогут, так сказать, свои... Это лебеди вообще у нас. Яблочные дела делать, да. Это яблони-неразлучники. Вот, да. И на любые мои дурацкие вопросы, типа, а точно яблоки будут? Ну, да, через два года. Я говорю, а если не будет, дерево обратно заберете? Она смотрит на меня так, как на сумасшедшего. Ага. И ничего не говорит. Я еще не понимала, с кем связалась. Потом такая подумала, подумала, такая улыбнулась-ка. Ну, конечно, привозите. Хрен мы возьмем, конечно, но привозите. Вот. Ну, в общем, очень серьезные люди работают в саду. Это вот такая была большая часть выходных. Серьезная поездка. В общем, все купили, привезли. Поедете в питомник, когда, имейте в виду, что не все растения влезают в машину. Это... Их надо... Да, это, кстати, хороший комментарий, потому что иногда ты не можешь... Мы об этом не подумали сразу, но нам повезло. У нас все влезло, все хорошо. Вот. А вторая часть... Деревья подпиленные приехали? Нет, просто Паша пешком шел. Покусанные. Ну, нет, тогда бы все шли пешком. Нет, вторая часть моих выходных проходила в разбирании, опять же, всяческих интересных вещей, связанных с сайтами. Я все ближе к тому, чтобы делать уже серьезные сайты. Для серьезных людей. Так. Вот, интересная тема сейчас. Серьезные сайты все еще делают... Серьезные люди все еще нуждаются в сайтах. Да. Аналог Фейсбука здесь делаешь? Нет. Кому нужен твой Фейсбук? Я тебя умоляю. Вот. Очень интересно прям копаться во всем этом. Я вот раньше ржал над людьми, которые говорили, там, зачем ты себе берешь Жигули? Ну, типа, там, конструктор пособирать, посидеть. Думаю, блин, ну как это? Машину брать, чтобы конструктор... А сейчас такой сижу с сайтиками, вожусь, там, эти блоки переставляю, там, смотрю, какие функции настройки. Думаю, был, конечно, неправ, вспылил, но интересно. Так что, как только задумаете сделать свои сайтики персональные, вы знаете, к кому обращаться. Ну, сколько стоит у тебя, Паш, делать сайты? Тебе бесплатно. А мне? Тебе за деньги, Лешка. А мне? Ну, с тобой договоримся. Вики, спасибо. Здорово, чем за деньги. Здорово, чем за деньги, я знаю. Окей, а я еще хотела сказать... Прикольно, подожди, Паша, я тебя тоже люблю. Я в этом рейтинге внезапно оказался на самых выгодных условиях. Обнимемся, друг. Даже не по бартеру, да, благотворительность. Да я готов что-нибудь даже тебе дать за такой подход. Ну, давай не при всем. Вот это клиентоориентированность. Ну, с этого и начинается вся расплата. Хотела посоветовать два классных фильма, которые мне понравились. Это «Девушка и море». Я уже в телеге у себя писала прекраснейший фильм. Посмотрите на реальных событиях. И «Одна жизнь». Тоже новый фильм достаточно. Очень клевый. Смотрите. И сериал я начал смотреть. Вот уже, ребят, говорил несколько минут назад. Называется «Каос». Ну, пишется, я так понимаю, как «Хаос». «Чаос». «Хаос» называется. «Хаос». Да, но именно «Каос». Ну, потому что пишется, нет, разве? Не-не-не, русскими буквами прям «Каос». «Каос». «Каос», да. Это классный сериал Netflix. Литовский? Да-да. Латышский. «Каос». «Чаос». «Чаос». Вот. Там, короче, смысл в том, что как будто бы не возникло всех религий, а все люди вот дожили до современности и продолжают верить в Зевса, в Посейдона. И там, если смотрели сериал «Пацаны», то в сериале «Пацаны» супергероев сделали такими меркантильными негодяями, а не как обычно. То тут Зевс тоже козел редкостный. Брат его Посейдон тоже так себе божок. И все это переплетается с древнегреческими мифами. Короче, очень круто сделано. Я такого обожаю. Мне кажется, знаешь, наверное, сериал сняли те, кто в детстве, как и я, смотрели «Зану королеву воинов» и «Геракла». И «Геракла». Да, и страдали, что нету больше вот этой древней Греции. Ну, тут сделали круто. Там и юмор, там и картинка, там и все. Вот рекомендация от нас, пожалуйста. Ну что? Да, Паша, отлично время для фотографии. Время фотку сделать. Нет, не получается. Рука слишком короткая. Но мы попробуем это в следующий раз, может, что вырастет. Да, я постоянно забываю сделать фотку. Вы не успели выйти из студии. Ну, давай сделаем фотку. У вас там уже в каналах там уже все. А мы пишем подкаст, мы пишем подкаст, смотрите. А я такой, блин, забыл опять фотку сделать. Все. У меня знаешь, что в канале моем последнее? Да. Привет, я завел телеграм-канал. Кому ты врешь? Переходим из Инстаграма. Так, ну давайте, давайте, давайте. Давайте. Танюсика вопрос. Вопросики? Давай, Танюсика от Гавряковой. Да, да, да. Вы задавали вопрос слушателям. И теперь ответьте сами, какой совет вы бы дали себе, будучи первоклашкой? Первый совет можно? Давай. Короче, вы помните эту историю? Я рассказываю, наверняка помните. Нет, значит, совет, который я себе дам. Когда будешь сидеть у брата на плечах, брат у меня был в одиннадцатом классе, и тебе дадут большой такой колокольчик, колокол. Его надо повернуть вверх тормашками, а не бить брата по голове. Ты колоколом брата бил? Вот такой. На себе не показывают. Я бы тебе показывал. На мне нельзя показывать. Да, бедный Баблёш, прости, пожалуйста. Я не знал, мне никто не объяснил. ТЗ было не точно. А он первым сентября ничего не сказал? Ну, он потом мне сказал, что не очень комфортно. Как он тебя любит. Да, Лёш, ты хорошо. Подожди, а если ты на первое сентября была на плече у брата, то когда ты была на плече у Газманова? И не... Второго сентября. Нет, подожди, это, наверное, у брата, наверное, мне кажется, это был... Мне кажется, это, наверное, был последний звонок, но это в первом классе был. Вот он выпускался, а я только в первом классе был. Кто, Газманов выпускался? Нет, мой брат. А у Газманова я в перерывах сидела на плечах. Не, ну реально, для тех, кто не помнит или не знает... Я видела темечки всех. Да. Вики неоднократно была гостью плеча Газманова, будучи ребенком. Моя детская попка на таких плечах сидела, которые себе не снимут. Опасно, Леша. Очень опасно звучит. Это звучит ужасно, да. Ну да, 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 так получилось, что Газманов очень много раз меня поднимал. Опасно, Вики звучит опасно. Поднимал. Меня другое удивляет. Почему? Первый класс, это же, ну, я по себе помню, очень волнительный день. Ну, даже мальчики как-то очень, так сказать, волнуются. Потому что для тебя все впервые. И самый прикол, что ты идешь, и ты не знаешь, что будет. Ну, потому что нет ни репетиций, ни прогонов никаких, ничего. То есть вот эта вот девочка бедненькая, которую, значит, вот, типа малыша Вики. Вот, ты же не была. То есть ее, когда вот, она же, ну, может быть, она и знает, что ее будут сажать на плечо, и там надо будет. Но она же этого не делала никогда. И, естественно, все. Конечно, колокольчики какие держат. Вот такие маленькие. Так в этом и посмотри теперь, как ты в жизни импровизируешь. Показательно. Все с другой стороны. Какая твоя импровизация, как мне по голове этим колокольчиком. Дорогие директора школ, проводите мини-репетиции. Ну, потому что для детей это стресс. Надо как-то их немножко готовить к этому. Конечно, для детей, для главы, моего брата. Но у него все хорошо в жизни. У него есть работа. Вроде бы, как бы, не повлияло. Так, что бы я себе сказал. Ну, наверное, так, Вэл. Вот это, например, класс, может, пятый, шестой. Не так уж она и похожа на Шакиру. Что ты в нее так влюбился-то, а? Угу. Вот. И... И... Нет, это была моя первая травма в школе, когда я вроде только начал учиться, все получается. Причем, как выяснилось, на меня родители вообще не ставили в школе. Да. Ну, я был всегда таким спокойненький, пусечка. Вот, типа, все детство, где оставишь, там сижу играть, никому не мешаю. Мне не мешаете, я не мешаю. И когда отправляли в школу, мама такая, господи, хоть бы его не обижали, хоть бы его не булили. Там еще слова булили не было, но... И все. И отдается слезами на глазах, и потом, когда приходит забирать, то ли первое собрание... Мне маме говорят, что ты всех побил. Да нет, да не бил я никого до класса восьмого. А вы знаете, ваш сын лидер. Мама такая, что? Вот это? Вот это? Говно мелкое. Ну нет, на самом деле не так. Мелкое там не было сказано. Ты такой, мам, ну я директор, я директор, я лидер. Нет, и да, и мама была очень удивлена, что, оказывается, проявился. Так вот, и как только у меня в школе начало что-то получаться, а я быстро потею. Ну то есть, мне даже не нужно бежать, чтобы вспотеть. И я реально быстро шел к уроку, и меня остановили прямо возле двери в класс. И видят, что у меня пот на лбу. И такие, ты бегал. Я говорю, я не бегал. Говорю, ты вспотел. Я говорю, я знаю, но я не бегал. Ты бегал и врешь. Два за поведение. Бегал на перемене. Вот я бы сказал, ходи помедленнее. Не носи с собой матирующие салфетки. Не торопись жить эту жизнь, малец. Ой, я бы совет себе, наверное, дал, что не парься за оценки. Я же ботаном. Да, да, да. Да, я прям переживал. Я помню, когда первую тройку в жизни я получил в третьем классе. Ну, знаете ли, из института пришла молодая пигалица. И что-то не... А, нет, три стоит. Слово пигалица, мне кажется, так редко используется, да? И я пошел к директору ее увольнять, потому что... Правильно. Я не права. В слезах, конечно. А это дочка директора оказалась, да? Нет, какая-то залетная. Ну, кстати, ее потом уволили, но... Ну, в смысле, она через там пару четвертей почему-то ушла. Ну, надеюсь, что это не... Что за предмет-то? ОБЖ. Ты умудрялся получать тройки по самым странным предметам. ОБЖ, труд. Труд и физикам. Причем, ОБЖ, там же тебе рассказывают, как сохранить себе жизнь, а ты пошел жаловаться на учительницу-директору. Рискуй абсолютно. Нет, ей что-то, я помню, не понравилось, и она мне три постановка какая-то, она вот меня не взлюбила. Пигалица. Есть, есть такое. А как вы себе пигалица визуализируете? Для меня это что-то на очень тонких ножках. Да? Такое. У меня обязательно с очень круглыми глазами такая, типа. Да, тонкие ноги, круглые. И какое-то туловище такое прямоугольное, такое, знаешь... Да, нет. Какое-то... Ну, у меня стройно, но с такими вот выразительными глазами круглыми. У тебя человек, да? Да. У меня не факт, что человек. Там просто, ну, какая-то вот клякса такая. Да, Алина Степановна, вы все про нее рассказали. Все подходит. В третьем классе я думал так же. Кстати, Алина Степановна, вот знаете, там Вера Владимировна, Ольга Леонидовна как-то вот подходит. А вот Алина Степановна как будто бы все красиво звучит, но нет ассоциаций сразу преподавателя. Нет, это неправда. Это я из головы сейчас взял, потому что имя это я вообще не помню. Мне плевать, как ее звали. Кому ты испортил жизнь? У тебя же... Леш, ты учился там? Ну, испортили и забыли. Леш, там же, где ты учился, была одна школа, и ее уволили из единственной школы. И она... А-а-а! Подожди, может быть, я... Мы посмотрели значение слова пигелица. Так. Паша постеснялся сказать. Пигелица же это на самом деле наоборот. Невысокая, мелкая. Мелкая чмошница такая должна быть. Мелкая, но неприятная такая. Вики, неприятная. Не надо тут обвинять Пашу, что он пигелица. В смысле? Значит, получается, что выпеченных глаз там нет. Я представляю. Ну, нет. Возможно, потому что это на самом деле небольшая луговая птица семейства ржанковых. Или ржанковых. Может быть, ржанковых. Ну, если это семья из Воронежа, можно ржанковых. Если это Алина Давыдовна, или как вы там ее назвали? Алина Степановна. Допустим. Нет, нет, другое было. Степановна. Алина Степановна. Алина Степановна? Нет, вот вы, кстати, говорите... А как вот... Подожди, вот ты говоришь, что, скорее всего, я жизнь испортил, да? И там единственная школа среди шести домов в тайге. Подождите, это, может, я ей дал шанс. Она, наоборот, быстро оттуда вылетела и вынуждена была переехать в город побольше. А сейчас так. Ой, слушайте, ну, если вам интересно, что бы я себе посоветовал, когда был в первом классе, я бы себе сразу дал бы совет на старшую школу. Так. Ну, может быть, даже и на среднюю. Он бы звучал следующим образом. Павлик, дружочек мой. Помни о том, что учителя тоже люди. И вы их бесите. И не все адекватные. Ну, кстати, да, 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 да. То есть нужно относиться к этому как к, не знаю, к чему, как к обыденности. Ну, то есть как вот все, так и они. То есть, ну, учитель, понятно, что вот мне повезло, например, с первой учительницей. Идеальная была, конечно, женщина, просто восхитительная. Но потом-то пошло-поехало, понимаешь, вот эти вот разные классы, разные предметы, и там уже всякого бы насмотрелись. Я с тобой согласен тоже. У меня в начальной школе была Лилия Александровна потрясающая женщина. Вот. Потрясающая. А потом, да. Елена Луисовна у меня была. Нет, только вот в третьем классе оба же отдельно вот это вот вела. Игриц. А, прости, Лёх. Елена Луисовна? Елена Луисовна, да. Вау. Красиво. Шикарно. Она, во-первых, сама была очень красивая. Когда мы первое всего видели, мы, ну, мне кажется, мы как-то в нее даже влюбились немножко. Она не 80-го года рождения? Нет. Ну, по-моему, Луис? Нет, нет. Ну, типа, что, ну, ну, вы понимаете, о чем я. Она, по идее, да, должна быть. Она не может быть 80-го года рождения, потому что... Ну, что, я на всякий случай объясню, что... Олимпиада. Да, когда была 80-го года Олимпиада, многие... Так, подожди, там же были игры еще эти юношеские до этого. Ну, еще с первого. А, ну да, игры юношеские. Ну, может быть. Что после крупных международных турниров у нас в стране рождаются прекрасные ребята... Метисы. Да, метисы. Не обязательно, просто, может быть, ты так-то и не скажешь. Ну, может быть. Но... Окей, обладатели нестандартных отчеств. Отчеств, да. Вот это было, конечно, да. У нас, кстати, прикольно, у нас во дворе жила девочка, ну, как мы тогда говорили, девочка-негритенок. На самом деле, не негритенок, она была тоже такая смуглая девчонка. Она была черная. Нет, нет. Как подобрать бы это слово? Как это, не настоящий негр такой, смуглая девчушка была, очень. Ты закапываешься. Вот. И мы с ней очень дружили, но мы, конечно, тогда не задавали никаких вопросов, потому что мы, ну как, нам пофиг ребенок и ребенок, какая разница. Вам пофиг было? Ну, мы мелкие были совсем. Да ладно, у нас наоборот, кстати, когда мы были мелкими, у нас в военном городке была, ну, представляете, тайга, да, шесть домов, и у нас была такая метиска, ну, такая, уже темнокоженькая больше девочка. Это, почему девочка? Мальчик Крис его еще. Да, то есть вам настолько, да. Нет, в целом, ну, я тебе могу сказать, это наоборот было для детей. Это очень смешно. Для детей было очень интересно, типа, мы, ну, типа, о, почему ты такой? Нет, нам было неинтересно, но не в том смысле, там, почему ты такой, а в том смысле, что, типа, о. Докапываться было неинтересно. Ну, да, то есть ты не докапывался, ты просто, типа, о, у тебя такие кудрявые волосы прикольные, типа, а у тебя, что там, ну, там у мамы, у папы, они такие, да, у меня у мамы такие же волосы. Ну, все, вопрос как бы решил, ну, что, у мамы такие же, У тебя такие же, прикольно И девчонка была совершенно Чумовая была, такая своя в доску Не помню, как звали Вот, ну сейчас вот уже понимаешь, да Как все было непросто в то время Это же еще в советское время было Там же еще какое-то осуждение Могло быть, там ай-яй-яй Но в итоге все хорошо, детишки классные Класс А еще, знаете, хотелось бы добавить Вот вы смеетесь над словом негр Мне кажется, дискредитировано слово негроидный Ну типа это же прям В смысле негр это не обидно У нас никогда не было в контексте этого слова Какого-то ругательства В отличие от, например, западных стран Где там реально запрещено это Запрещено, конечно В рабство угоняли там всех Сами себе запретили Вскрылась личина Павла беседина Вопрос от Юлии Вопрос к Лехе и ВЛ Вы же любите смотреть 4 свадьбы А вы слышали про такие шедевры Как богиня сыска Или богиня свиданий Если нет, то время пришло Слышал Богиня сыска Паша, какая у тебя ассоциация с богиней сыска? Я сразу представляю себе всякое Слушайте, про богину сыска Богиню сыска Я слышал, но не смотрел Но слышал Первый раз слышу эти названия Надо попробовать Ребята, я более того скажу Есть, оказывается Не все то дно, что пробито Так Экстра такси Знаете о таком проекте? Экстра такси? Где? Экстрасенс и таксист в одном лице? Таксист Один из участников битвы экстрасенсов Типа подбирает кого-то Вы помните было шоу такси? Да, да, да Только вместо викторины Вот ведущий Это экстрасенс И к нему подсаживается Типа совершенно ни о чем Не подразивающая клиентка И они едут И он ей рассказывает все О ее жизни И предсказывает Так интересно Я обожаю такие Всякие упоротые шоу Это прикольно Не, ну согласитесь Концепция интересная Да, как только можно Разбираться во внутреннем мире Человека и везти машину Одновременно Да, Паш, но это не важно Это странно Совершенно не важно Да изи Да изи Я так регулярно делаю Да Ну Да Ладно, ладно, ладно Я отучусь на права И тоже вам буду устраивать Экстра такси Экстра, как это слово? Вот экстра знаю Так такси То есть сейчас у нас просто экстра А будет экстра и такси еще Такси, да Слушайте, но я до сих пор Нет-нет, дозалипаю На классику Давай поженимся Там, вот знаете Там все еще Есть что посмотреть Да ладно Да ладно Ребята Свадьба вслепую Новый прикол О, вообще А хорошая, нет? Нормальная А там разве не то же самое Только название изменили? Ну нет, там по-другому А, нет, чужая свадьба Ты видел? Четыре свадьбы сейчас называется Чужая свадьба Нет, не видел Друзья Блин, ребят, простите, что мы своим тут Может быть хватит трэш обсуждать уже Что-то, может быть, куда-то дальше пойдем А где вы тут находите вообще? Да просто Телеканал пятница Биваешь Прикинь, реально Сейчас не четыре свадьбы А чужая свадьба Почему? Четыре свадьбы есть И чужая свадьба Чужая свадьба Да, да, да Это когда не в других странах? Нет Да блин Ладно, посмотрим Снимите номер себе Обсудите уже Четыре свадьбы Да мы без номера сюда пришли Не хватило времени Мы просто с кем-то обсуждали Меня тоже решили осудить Типа, ой, что вы там с женой смотрите? Я говорю, слушайте У меня так голова отдыхает Я когда вот это все смотрю У меня так Знаете, как гамар в мультике Вот это Тун-тун-тун стучит Так, хорошо Класс Да Так, вопрос такой От Арт Тэмас Нет Не знаю, как правильно читается Арт-чинис Чинис, наверное, да Всем привет У меня такой вопрос Вот Вэл, например Великолепно говорит голосом бомжа А, наверное, мне нужно прочитать вопрос Потому что там по скриптам Вэл, прочитай этот вопрос голосом бомжа Давай, я попробую Пишет Арт-чинис Всем привет У меня такой вопрос Вот Вэл великолепно говорит голосом бомжа У Лёхи хорошо получается Александр Григорьевич Да вы шо Ничего себе У Вики классно получается голос из рекламы Завеловский детский А каким голосом может говорить Паша Томный голос Пабло не в счет Отвечай, шо Отвечай, давай Ох, я, конечно, богат на пародии импровизации Но не время Не время Рано или поздно Это выстрелит, да, в один момент Вы сразу узнаете об этом Интересно, а как Кактус повторит голос бомжа? Сейчас, секундочку Вэл, прочитай этот вопрос голосом бомжа Считай этот вопрос голосом Бомжа Бомжа Ага, теперь ты давай А, она уже нажат Просто Все, сейчас, тихо Савеловский детский Савеловский детский Савеловский детский Савеловский детский Все, выключай внизу Он не остановится Не хочу выключать Все, сломали подкаст Слушай, мне кажется, что я и Как нас воссозданы Да выключи гакку Господи, что за люди, а? Это вот иногда в офисе может продолжаться долго Знаете, когда он только появился А, Паш, да Но есть какая-то козырная у тебя история? Да не знаю, честно говоря, не задумался никогда Ну у тебя в целом голос бархатный, конечно Ну, бархатный голос России, конечно Ну, сексобар сегодня ждем Он зайдет нам попозже Сексобархатный голос России Дождемся Сексобарх Мария Волчук пишет Привет, дорогулечки Вопрос такой Как решился вопрос с победителем Который выиграл поездку на концерт Тейлор Свифт в Вену Ведь там же концерт Ее отменили, а? Вот видите, бывает то, что иногда от нас не зависит Вообще никогда Но! Мы же ребята, которые своих не бросаем там в беде Поэтому человек, который не попал на концерт Он круто провел время там, куда он прилетел Да, да, да Четыре дня, по-моему, целых, или три Да, много, короче Да, да, да Получается, время, которое можно было провести в поездке на концерт Человек провел где? В Вене В Вене Просто потусил четыре дня В Вене же, да, по-моему? По-моему, Вене, да Походил и между нами Ну, да, расскажи Расскажи это Можно сказать? Ну, я не знаю, можно это говорить или нет Давайте я расскажу Давай Ну, давай Ну, короче, ей это Баблишко даже откинули на карту Прям нормально дали Так, что потусить можно было Ну, потому что время немного освободилось Ты же не будешь просто все время гулять Поэтому мы решили, что будет правильно Еще дать на карманные расходы А там хорошие были Там хорошие карманные расходы были, да Поэтому мы не бросили И победитель круто провел время там Да Гузик Сан нам делает маленький блиц Мороженое или энергетика? Мороженое, конечно Ну, даже я выберу мороженое Странное, мороженое Мороженое Чипсы или кола? Я чипсики выберу Сравниваем стол и, не знаю, бульдозер А ну и что? Это такое? Давай, давай, давай Чипсы или кола? Лёх Чипсы, конечно Это же под страхом смерти Я тоже выберу Чипсы, чипсы выберу, да Фри или наггетсы? Я фришка Наггетсы Фри Фри Крылышки куриные или ножки? Крылышки Ножки Ножки Вот хотя бы что-то Вот, Паш, и вот что за дело Наверное, крылышки все-таки Крылышки? Там же нечего есть Крылышки? Ты что? Да Нет, в этом-то и прикол Да сами вы сосете кости, мы их обкладываем Хорошо Что там, много еще? Нот или планшет? Нот А вот это некорректно, конечно, я считаю Уже некорректно А тут, Паша, некорректно Нет, нет Мороженый энергетик вообще прям рядом стоит Нет, хорошо, если так ставится вопрос, то, конечно же, ноут Ноут Окей, съесть что-нибудь остренькое или сладкое? Острое Острое Сладкое Окей, все О, ура Ты устал? Немножко Утомился Ребята, у меня только один вопрос Когда и где будет живой завтрак? Итак Двадцать седьмого сентября Мы ждем вас всех в ЭК-стадиум Чтобы проще запомнить Последняя пятница сентября Мы ждем вас всех в ЭК-стадиум В ЭК-стадиум это стадиум, только теперь ВК То же место, где было всегда до этого Да, кстати, это то же самое место На Соколе Да В Соколе Уже старт всего прямого эфира в семь утра Лучше приходить заранее, потому что вот в прошлом году, например, мы сделали официальный старт для тех, кто пришел пораньше, раньше, чем услышала вся страна Да, поэтому приходите заранее, занимайте лучшие места, там будет и Майя Мишель, там будет Артика Асти А и группа Пицца будет прекрасная Ты, Вэлла, расскажи, что ты имеешь в виду, когда мы начали пораньше? Это не значит, что мы сдвинули начало на полчаса, это значит, что для тех, кто пришел в клуб, была спецбонус Элементы шоу начались уже для тех, кто пришел в клуб пораньше Да, и они увидели то, чего не увидели, не услышали все остальные Вэлл не договорил список артистов, там же Эдвард Майя будет, охренеть, это же зарубежный артист к нам прорвался Да, причем тот случай, когда его треки говорят за самого него, потому что, ну, как будто бы Эдвард Майя известное имя, но не настолько Но когда ты слышишь, вот, любой из его там взять Сейчас число желающих прийти на живой завтрак резко убавилось, мне кажется Я понял, что за трек, но вот А вот мне интересно, Вику Жигулину он возьмет с собой или нет? Это же с Викой Жигулиной был трек Я не понял, что вы спели сейчас? Я понял, это стереолав? Стереолав, да Короче, это тот случай, когда треки говорят сами за себя, наверняка, каждый его известный хит слышали все, и на Европлюс часто крутились И он будет на живом завтраке тоже, Эдвард Майя Кстати, есть у нас сайт завтрак.европлюс.ру, правильно? Сейчас проверим, да, и вот там можно все глянуть, если есть какие-то вопросы, забегайте Просто слушайте Европлюс, там все расскажем Ребята, есть важный вопрос Давай Задает его Эльшат Байбаков Очень серьезный парень, судя по аватарке Вот такой вот Спрашивает Привет, ребята, расскажите про Сашу Часовникова, насколько это возможно? Куда ушел? Почему? Спасибо А вот вы доигрались Да, дождались Вы доигрались, помните, Саша снимал видосики, и вы все комментировали, это шедевр, тебе надо в кино Ты такой стал ламп Короче, вот ты в кино теперь Часовников зазнался и решил, что он теперь кинорежиссер Решил сделать шаг назад Это не шаг назад, но в общем В сторону, шаг в сторону он сделал Короче, чего уж скрывать, талантливый, чертяга, очень круто он работает в продакшене, снимает, монтирует, да и сам в кадре круто смотрится Поэтому теперь он режиссер Режиссер проектов на одном Канале Канале, да И теперь мы будем наблюдать за ним А он будет приходить к нам в гости, но уже не в эфир, а просто попить чаек Кайф Ну, если пустим, конечно Но, кстати, не факт Ну, мы пустим Кстати, вот если вы приедете на живой завтрак Может быть, тому и можно будет увидеть Сашку еще Часовникова А каким образом? Это мы не скажем Слушай, ну он обещал прийти еще Конечно Да-да-да Так, Анна пишет Привет, любимки Вэл, Вики, Леша, Паша Привет Вот в прошлый раз в личке Вики рассказывала про хорошего бывшего Да, он, кстати, писал Подождите Что у нее с ним отличные отношения Просто тут удаляется вообще Что у нее с ним отличные отношения Был еще один такой или это один и тот же человек, в общем, непонятно Так вот, я задумалась, что у меня таких нет И что такое хорошее отношение с бывшими, тоже непонятно В общем, как сохранить с ними хорошее отношение, тоже непонятно Вэл, Леша, Паша У вас такой опыт? Есть хороших бывших? Есть хороших бывших? Мне нужно сказать, что Вики, поделись своим хорошим бывшим Пусть не только тебе достанется Да у меня бывших в целом нет У меня ж до Оли-то были так все, интрижечки Девственникам был Ну да, я Оле так и говорю Почему был? Верит пока Ну, кстати, Лева Помнишь информацию про Панс Первый и Павла Дурова? Вот иначе Я участия не принимал в рождении Левы Да нет, но у меня были интрижки, поэтому Но я всегда был в целом честен, поэтому С кем бы я не был в свое время близок, я с ним нормально общаюсь А кто вопрос задавал? Девочка, да, какая-то? Да А у тебя два варианта? Нет Ну типа два ответа, если мужской Просто смягчу немножко Давай, смягчи Нет, ну слушайте, надо, конечно, оставаться в хороших отношениях Но бывают же люди-твари Да, бывают И с ними не получается Поэтому дело не в тебе А в твоих бывших, которые вот такие нехорошие редиски А если бы все-таки это написал парень, Паш, что бы ты сказал? Это все из-за баб Все из-за баб Шутка, шутка, нет, я так не считаю Нет, это не шутка Он так реально считает У тебя нет таких бывших? У меня бывшие, с которыми отношения сохранились Ни с одной бывшей не общаюсь Хотя, ну, у меня были отношения Хотя они регулярно заходят, да? Не, я, кстати, когда женился, я видел много бывших Еще в запрещенной сети, когда знаешь Там типа В смысле, это твоих бывших? Ну, бывших, да, девушек, с которыми я встречалась А, так Да, заходили, смотрели Поглазели так, кого это выбрало Я думаю, такой, ну, че, выкусти Нет, я, у меня простой принцип Если у меня были, ну, точнее, когда были отношения Они были действительно там с любовью И потом мы расстались Ну, о чем мне с тобой разговаривать? Ты мне жизнь разрушила Пошла вон отсюда Пошла вон, все А потом еще и другого мужика нашла Да кому ты теперь нужна? А вот этому хрыщу Ну, как-то нет, я не вижу смысла Ну, да, кстати, это с точки зрения вот твоих бывших Некрасиво мужика находить Они должны потом в одиночестве умереть В смысле после тебя еще кого-то искать Но одна, да, это бесит Ну, я вообще вот своему вот этому идеальному бывшему Когда он мне звонит И я спрашиваю, как делал Он говорит, хорошо, я говорю, вообще некрасивый ответ для бывшего Я говорю, ты должен мне звонить из лужи Говорит, привет, я помочь Гнить на помойке У меня, кстати, самое что забавное Две бывших обе в свое время Прости, да Одновременных бывших или... Ну, разумеется, нет Нет, ага Когда в комсомольский жил встречался с одной девочкой Я говорю, я собираюсь переехать Я еще тогда не в Москву собирался, а в Питер переехать Типа, вот в Питер, ой, не знаю, здесь, так далее А переехала в Питер, там вышла замуж, все И вторая, когда уже мы в Хабаровске встречались Я говорю, ты тоже планируешь переехать в Питер, в Москву, там, так далее Ой, нет-нет, я буду жить в Китае, в России делать нечего Вот в Питер недавно переехала, года два назад, наверное Вот, но что меня радует, одна пока Хотя, не знаю, не радует Вы же заберите кто-нибудь Радует, что ты сидишь Не, я в курсе, у меня есть хорошая подруга Которая всегда почему-то рассказывает Все должны быть такие подруги, которые знают все Пишет Аня Привет, мои сексуальные птенчики Время взрослых вопросов Вот многие из вас следят за здоровьем Пьют витаминки, БАДы и так далее Чувствуют, тоже пришло время, но есть большой вопрос Как улучшить качество организма и при этом не бросать выпивать? Ведь алкоголь вымывает все полезное из организма Но и не пить совсем не вариант Как выбраться из этого поручного круга? Не знаю Я не знаю Следующий вопрос Короче, вот мой ответ По мне, это идеальная схема Понедельник, среда, четверг, пятница А вторник? Не пьем А вторник? Короче, нет, на буднях? По будням Нет, почему ты вторник пропустила? Ну ты не поняла, что так и надо Я пропустил вторник? Да, так и надо Ну потому что сегодня не получилось Сегодня уже никак Нет, смотрите, будние дни Так разговор не только про бухло, как я понимаю Про бухло Как пить витамины и бухло, и чтобы оно друг другу не мешало Смотрите, вот как я делаю Я могу хорошенько, вот выпить прям хорошенько в пятницу вечером Чтобы была суббота, когда можно восстановиться и даже вдарить пивка А в воскресенье уже прогулки, уже без алкоголя И ты в понедельник свежим выходишь Вот, а с понедельника по пятницу стараться не пить Но, например, бокальчик красного перед сном, да? А? Как вам такое? Как вам такое? Я говорю, что я был во Франции, там все так делают Это полумеры Так нельзя Это полумеры получается, да Почему полумеры? Ну потому что, стаканчик ни туда, ни сюда, понимаешь? Ну что это такое? Не, подожди, я про пить Не нужно никуда засовывать стаканчик Но я с тобой не соглашусь, кстати Вот не всем подходит жесткий график Не всем Когда вот ты говоришь, так, с сегодняшнего дня по пятницу Значит, вот Ну да, должно быть по настроению Должно просто надоесть Нет, нет Это понятно, что да Если до сих пор не надоело, значит еще и взрослости никакой нет Мне кажется, что тут нужно идти от потребностей своего организма Объясню Вот многие девочки же сходят с ума по всяким этим БАДам, витаминкам Всякое вот это дерьмо, вот это вот, которое там Я буду пить вот эту витаминку, у меня будет лучше кожа А буду пить вот эту витаминку, у меня там пятка разгладится Сходите к доктору У тебя никогда не будет контракта с Бигфармой Сдайте анализы Пусть вам доктор скажет, что вам вот эту витаминку надо пить, а вот эти 50 не надо Тем более там БАДы какие-то Вы, кстати, знаете, да, что есть передозировка витаминками? Ну, может быть, конечно, если у тебя изначальный уровень выше В некоторых случаях опасно Лучше бухать Нет, так вот, и вот когда ты себе жестких рамок не ставишь, а ты идешь, как бы, вот, организм их свой слушаешь Тебе легче сегодня немножечко выпил витаминок, а завтра немножечко чего-нибудь еще Смотри, Павлович, я на всякий случай еще раз процитирую вопрос Есть большой вопрос, как улучшить качество организма, при этом не бросать выпивать? Нельзя улучшить качество, качество можно повысить Ну, качество жизни, давали Жизнь и функционирование организма Я знаю, как нам душ не бывает Нет, если вы, как бы, за точность формулировок, то вот имейте Зато вот плинтус или плинтуса, посмотрите в гугле, перефразируйте Я сейчас тебе лицой забью Ну вот пить Так вот, я так полагаю, Аня просто просила какую-то инструкцию на личном опыте И если слушать себя, то получится как у Ани И пить часто витаминки, и так и останешься на прежнем уровне Слушать себя и докторов, и все будет хорошо Ну да, мне кажется, тут очень индивидуально Нельзя, мы не можем давать вам советов Вообще пить вредно Мы должны об этом сказать Ань, я похудел за последние годы полтора-два На килограммов шесть Чувствуй себя роскошно Слушай, что я говорю Это реально работает Витаминки и бухло Это метр девяносто почти Ты, может, не совпадать Как минимум рост Метр восемьдесят шесть Может быть, ты не доедаешь, малыш? Может быть, тебя не докармливают? А, ну питание, да Я спокойно не ем после трех, после четырех вообще Это твой выбор, да? Вот это тоже, кстати, нужно... Ну это да Тебе же опять скажут, что... С врачом, да, обязательно, с врачом Это да Сейчас начнут все Но покажите мне врача, который скажет Вэл, ты не прав Пить все-таки нужно день через день, а не будние Просто у вас качество будни улучшится А Паша, Паша, просто человек на опыте Старая закалка Паша, это человек, который наизусть знает фильмы Особенности национальной охоты и рыбалки Он знает, что такое хорошо пить Интересно, какие фильмы знает Пабло? Может, его позовем и знаем? Все Пора Подожди, а еще пару вопросов хотя бы Если Паша наставит Подожди, не, ну Павло готовится Сейчас он там, это... Сейчас придет скоро Ну давайте Ну давайте Ну я могу, Лех, тебе выписать респект За что? Ну, а сейчас Таня скажет Я процедил Пожалуйста Таня Смирнова пишет Ребята, дорогие, привет Вопросов нет, просто хочу сказать, что вы безумно классные А еще поблагодарить Леху за рецепт картофельной запеканочки Вчера, наконец-то, я приготовил это просто отвал башки Офигенно вкусно Постскриптном для тех, у кого нет мультиварки Есть лайфхак Закрыть противень фольгой Сделать по периметру несколько дырочек И все будет топчик Всем добра Класс Спасибо большое Мне приятно, аж слов нет Про немножко кулинарные приколы Еще есть вопрос И про бухлишко как раз Елена пишет Приветствуем осень Приветствую вас Бригаду Доброе утро Доброе Любите ли вы глинтвейн И какая разновидность глинтвейна Ваша любимая? Я Разновидность? Люблю Видимо, алкогольный Или алкогольный Ну, наверное, я не знаю Я люблю глинтвейн Но пью его достаточно редко Только зимой Вот реально На улице Молодец На улице Молодец Не надо вообще осенью Про глинтвейн говорить Что это началось? Я только зимой И на улице Вот дома я не варю глинтвейн А что, осенью прикольно Что же, холодно Если кто-нибудь Выведите его из дождлива Знаете, что я поняла? Я не люблю, когда Во-первых, сильно сладкий А во-вторых, когда много гвоздики Гвоздику не люблю Все Вот это моя разновидность И когда вина мало Ну, да Я вам так скажу Я вообще вино не люблю И стараюсь его не пить И не пью практически никогда Не мой напиток Но глинтвейнчик На прохладной погодке Идеально А дома вы никогда не варили глинтвейн? Я варил Дома есть вискарь Зачем варить глинтвейн? Я варила, но я поняла, что не люблю дома Надо варить вискарь Вискарь туда Вареного вискаря Берешь яблочко И хорошо Я любой алкогольный глинтвейн Знаете, с удовольствием Ну безалкогольный вообще как-то странно Ну это чай Это как бы не глинтвейн, на самом деле С ягодами Да О, здесь мы зашлись Да Ну типа, да Тут же горячее вино, необычно Да, а тут горячий чай, получается Обычно Мы люди необычные Да Что всегда нравилось Вэле Это умение делать красивые выводы А ведь могли мы вот последнюю пару вопросов не задавать, да? И избежать того, что произошло А ведь я предупреждал Где Пабло у нас? Паш, мог бы ты пригласить сюда Пабло Сексабара, пожалуйста? Ну сейчас позову Сейчас, где ты здесь был Сексабар! Привет, малыши Привет, мои крошки Как вы без меня скучали? Да, я пытаюсь Я не могу разобраться Да, боже мой Столько было классных моментов Да я не могу разобраться Я что-то такой-такой Ну не работает Может батарейка села? К вам пришел Пабло А вы всякой фигурой занимаетесь Привет, Пабло! Давай я буду за кактус Привет, Пабло! Стой! Просто наш кактус фарической формы Да у вас тут все, знаешь, намекает Как бы Но курочка сочетается с этим кактусом Да Кстати, да И взгляд безумного поляка Они оба что-то пережили Ужасное Кстати, когда мы обсуждали слово пигалица Вот взгляд у пигалицы должен вот такой быть Как у кактуса или как у курицы? Даже, наверное, как у... Нет, наверное, как у курицы Нет, как у курицы Но выражение рта, так сказать, открытие Мне кажется, сегодня Как говорится Рекорд был в мире установлен по использованию слова пигалица Просто рекорд Некоторые просто гугляют, что это такое Пабло, расскажи нам, что ты привел нам и привез Да, моя крошка Сегодня привез вам очень пикантную тему Ура, наконец-то Мне кажется, особенно интересно будет обсудить ее Вике Мне тоже будет интересно ее обсудить Но немножко с другой стороны Вам с Лешей будет вообще плевать Вы просто не целевая аудитория этой новости Хотя, как знать, как знать Нет, ну не целевая, давайте сразу Так вот, наконец-то Назван лучший способ расстаться с женатым мужчиной Если вы с ним встречаетесь, конечно Ты ему говоришь, ты женат Пока Жене? Фишка в том, что ты с ним уже встречаешься И вдруг хочешь расстаться Нет, совсем вдруг встретилась И он такой, я женат Ты говоришь, ты женат Пока Вот видишь, Вике неинтересно Если кто-то не ты Вот давай представим, я А допустим Давай, давай, давай Встанем на этот тонкий лед Представим, что я Давайте представим абстрактную девушку Которая завела отношения с женатым мужчиной Хорошо Ну такое бывает, ничего в этом страшного нет Нет, это страшно Дай пять, подруга Не, ну это приносит страдания всем Да, Пабло, очень интересно Как Танюсик будет слушать подсказ Удивляет в этой новости другое Что девушкам дают совет Как им выгоднее всего То есть проще всего Расстаться с этим женатым мужчиной Ну казалось бы, что тут сложного Пока и все Ну как бы Но нет Психологи говорят, что Это все может закончиться Не так, как планировалось И лучше всего Расставаться с женатым мужчиной Где правильно Во время путешествия То есть еще и в путешествия съездили Понимаешь? Вот А мне кажется, это самое отстойное Расставаться с кем-то в путешествии Женатый это мужчина или нет? Особенно, когда ты за его счет едешь И обратно с ним летишь Уже на соседних сиденьях Да, в принципе, женатый или нет? Психологи говорят, что как только Девушка расстается с вот таким женатым мужчиной А до этого они встречались Это может Ну не в 100% случаев Но бывает часто Привести к разрушению самооценки Мужчины или Свои женские? Девушки, конечно И прежде, конечно, чем начинать встречу У женатыми мужчинами Нужно много раз подумать Говорят психологи А стоит ли тратить жизнь На вечное ожидание И тайные свидания Может быть Ну его Ну его Мне кажется, это морально Но если случилось В путешествия И там Покя Я не поняла в итоге Почему в путешествии? Ну типа еще Потому что Зато впечатления другие Потому что При смене обстановки Тебе будет легче Что? Не так больно Нет, тебе будет легче Принять это непростое решение И окончательно поставить Точку в отношениях Чем сделать это В родных краях Так сказать У меня было Пару знакомых Которые расставались В путешествиях Это дикий отстой Но они были тоже женатыми? Да нет, просто Мне тоже кажется Это отстойно Вам же надо все равно Скорее всего Дожить этот отпуск И лететь обратно вместе Вместе, да Скорее всего Вы покупали билеты рядом Это очень важно Это хорошо, кстати Но и друзья Еще совет психологов Как раз вот для таких Непростых отношений Друзья, не психологи Им самим нужны психологи А там два психолога Вон курится И как-то сидят А, мы сейчас напишем Статья Давай подержись Самая стой Друзья мои Крути барабан После завершения Таких непростых отношений Не нужно замыкаться в себе И желательно Обсудить все это С друзьями Не нужно такие отношения Начинать Ну, кто же знал Не нужно Все бы такие умные были Ладно, давай Предположу ситуацию Что она реально не знала Такое бывает Ну тогда все пока Да нет, ну все все знали Все знали на что идут Не, ну если не знала То когда ты узнаешь Тебе проще расстаться Ну да А когда ты знала Ну ладно, девушка А парень А парень чем думал Или мужик чем думал А жена его Чем думала Что довела мужика Что он начал встречаться Я просто рассмотрел Все стороны конфликта Все из-за женщин Конечно Мы осуждаем Да Не, не Я всегда за девчонок Друзья Я вообще молчу Я всегда за тебя Рубрика сексобара Не для того, чтобы Кого-то осуждать Или поддерживать А для того, чтобы Помочь разобраться В сложных ситуациях Хорошо Золотые слова А может быть вообще Вот эта статья Была проплачена Подожди Туристическим агентством Каким-нибудь И эта девушка Так, мне надо его бросить Что же делать На путешествие Милый, давай в путешествие поедем Да Нас раскусили Трактор Да Трактор Пабло, спасибо тебе большое Нет, подожди Ты Вики, давай Выскажись Новая жизнь Новая жизнь Новая жизнь А ты умри, тварь А ты умри, тварь Супер Пабло Спасибо тебе большое Не за что, малыши Спасибо Черт, ну я уже привык Что сейчас какая-то история Будет интересная Нет, спасибо Я даже не придумал Как попрощаться Пабло, ты лучик Ты свет Ты надежда Ты Будущее Ты Семя Этого Этого мира Ты несешь жизнь в себе Пабло Сексабар Спасибо Минимум 100 детей Спасибо Лучшие Позови, пожалуйста, обратно Пашу Беседина Я вернусь через недельку Чмоки, малыши Пока-пока Пока-пока Беседин Привет 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 Ну, конечно Ну что, темка хорошая была? Что обсуждали? Ты знаешь, да? Женатиков А что такие грустные все? Ты не хочешь со мной на отдых съездить? С тобой? Да С тобой, что ли? Да я с тобой хоть куда Паш, есть два билета Есть два билета Это как два стула, знаешь Не надо, не надо Мы видим, чем все закончилось у Паши Дурова Вот на этой позитивной ноте Надеюсь, позитивной Мы заканчиваем наш выпуск Ребята, спасибо, что дослушали Досмотрели Спасибо, что все это время были с нами Надеюсь, будете Меня зовут Вэл Меня зовут Вики Меня зовут Леха Я Паша Бригада у Европа Плюс Счастливо Пока Бригада у Личка То, что точно не попадет в эфир Счастливо 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 Счастливо